Тоже. Получается, что вы хотите, чтобы хоть немного приблизились к этому состоянию, только при взаимодействии с Юлей больше этого, получается, никак не достичь. А что еще? Я всю жизнь страдал только от того, что тебя не понимают рядом с тобой люди. Начиная с первой любви, с первых девочек, которые ебали мозг, которых просто удавить хотелось за их поведение, за их постоянное обижание. Я их тоже использовал, потому что хотелось, чтобы они были свободными, хотелось, чтобы они тебя слушались и не были ничем замороченными. А все девочки заморочены тем, что ты парень ее должен быть. Ты должен быть ее парень. А парню хочется свободы, хочется побольше баб, группа в ушечке, хочется каких-то ярких ощущений сексуальных, каких-то, блядь, исследований интересных, экспериментов и так далее. А девочки, они сразу же своих мам копируют, долбоебок, блядь, и все. Это и с ними тяжело. Пока вот я не создал свою среду, в которой оказались те девочки, которые мне никогда не ебали мозг, которым нет причины им ебать. Вот и все. И у нас полная гармония, и это высшее ощущение достижения тех моментов, в которых я ощущался пробел. Потому что каждый раз это наступаешь на одни и те же грабли и позволяешь тем бабам, потому что я сам позволял, раз с ними я контактировал, значит, я сам позволял им так с собой обращаться. Это я понял, это я уяснил. И начал искать возможность, как этого избежать, как этого, чтобы этого в жизни не было, как, как. Вот этим я и делюсь. И не вижу какой-то более высшей сейчас степени достижения своего состояния, успеха, чем то, что сейчас есть. Я не вижу, куда двигаться. Творческие реализации, они меня не привлекают. Я не вижу, в чем смысл. В том, что ты что-то сделаешь, кому-то покажешь свой высер, тебе похлопают, поаплодируют. И что, ты должен от этого какие-то эмоции испытывать? И они не сравнятся, эти эмоции, эти ощущения с тем, что ты в том же ретрите испытываешь. Ну, покори тебя от меня в DMT. И увидите, что с вами будет. Я не знаю, как после этого у вас вообще смогут удержаться какие-то желания быть реализованными. Желания реализации. На чем они будут основаны? Вы так реализуетесь за 15 минут этого ретрита. Это будет такой пиздец. Вы даже на долю процента не приблизитесь за всю свою жизнь к той реализации, которую вы испытаете в этом состоянии. Вы все потеряете после этого ретрита. Вся ваша жизнь потеряет смысл. Потому что ваш смысл состоял только лишь из того, что вы представляли как смысл. То есть, вы придумали себе. И не придумали, а даже просто переняли. Перехватили у кого-то как некий шаблон. Как эстафету. Например, признание. Или какие-то картинки, связанные с вашим благополучием и комфортом. Классный унитаз. Все это потеряет всяческое значение. Ваша реализация, как существа, которого понимают, которого признают, уважают, почитают. Вам это станет все нахуй не нужно. Вот это уважение. Хочу, чтобы меня уважали. И я... Ну, подсознательно, вы все хотите не просто уважения. Вы хотите манипулировать еще людьми. Вы хотите ими управлять. Вот чем хуйня. Вот это желание исчезнет. Потому что... Все. А это значит будет ваша мечта. Она разрушится, эта мечта. Она исчезнет. Потеряет всякий смысл. Быть пупом земли, быть самым главным принцем на самом красивом коне, у которого полностью реализована материальная составляющая. она исчезнет, эта мечта. Она потеряет всяческий смысл относительно того ощущения, которое вы испытаете в этом мощнейшем ретрике. Все. Назад дороги не будет. С мухомором то же самое. То есть вы скажете, а что дальше делать? А как жить-то дальше теперь? Все. Вы не сможете дальше жить. Оно все потеряет... Ну, никак... Все мотивации уйдет. Останется только мотивация в каких-то очень мелких вещах житейских. Житейских и простых. Магазинчик сходить. Дом прибраться. Комнату проветрить. Почистить эту помелу. Посидеть, фильм посмотреть. Никаких амбиций вот этих творческих не будет. С людьми пообщаться. Посидеть. Песни попеть. Покурить что-нибудь. Поваляться. Поделать что-то. Да. Сходить в магазин в Леруа, Марлен. Купить какие-то, может быть, крючки. Приехать домой, их повесить. Что-то закрепить. Все. Никаких желаний больше. Кроме как. Не знаю. Не было бы прикольно. Полететь. Какой-нибудь отдохнуть. Но сейчас в свете этого маразма лететь никуда не хочется. Не хочется мне ценой вот этого перелета получить какие-то море, солнце. Ебал я в рот. Все эти порядки. Все эти... А весь этот абьюзинг, блядь, социальный. Я лучше буду дома. Дома сидеть. И хуйней заниматься. Что еще? Не, ну... Приятно ходить по магазинам, покупать какие-то вещи. С мамой встречаться. Разговаривать с ней. Вот появились такие желания, которые раньше, до ретритов, они... Их почти не было. Ездить маму навещать, например. Хуя успех, да? Скажете вы. И что-то добился. И что-то своими ретритами добился, мухоморами. Не к чему-то пришел. А к тому, что я стал более внимательным к маме. Классный успех, классное достижение. Это ебать какое достижение. То, что у Юли был полный дисконнект с ее мамой. Она ее боялась. Трясло от того, что она просто писала, что-то звонила. Они не понимали друг друга. Она проклинала пока. Мы не расчехлились. И не поняли, как взаимодействовать. Как вернуть вот это взаимодействие с мамой, которая вообще никак не принимала. Ни меня, ни я. только критиковала. Ее трясло от этого. И она показала нам. Ретрит показал. И теперь у нас прекраснейшие, теплые отношения. Мы ее всегда хотим видеть, чтобы она приехала даже к нам на фабрику. Погостила у нас. Но она, правда, не хочет этого делать. Мы всегда рады, когда она приезжает к нам куда-то на съемки, где мы там в Белоруссии или в Питере. Моя мама кто-то приезжает ко мне. Я бескрайне рад. Мы можем в одном номере зажить. И вот эти ощущения радости от того, что, знаете, что не то, что, блин, мама приедет, блин, надо там это. Вот этого нет, понимаете? А если радость, о, мама приедет, о, это, вот такое ощущение, вот что дает. Ретрит, возможно, микродоз, возможно, вот это все, оно возвращает вам теплоту, восприятие любимых вами когда-то людей. Это, вот это достижение, это успех, понимаете? Вот это успех других. А все, что вам казалось успехом, все эти картинки, которые вы себе представляли, как успех, они нахуй идут. Они все исчезают. И вы такие, блядь, ну, так я, типа, это и сам мог. Я как бы, а не мог, оказывается. Потому что мечтал о всякой хуйне. А не видел тех людей, с которыми я вдруг сейчас стал общаться. А хотел с какими-то особенными, блядь, людьми. Они все идут нахуй. Вот эти все особенные, вот это все, так скажем, то, что вы считаете элиты, или там, как это называется, не элиты, а вот это самое, ну, гламурные, или как там, высшее общество, типа, вот эти все особенные люди, артисты, вдруг начинают выглядеть для вас как закомплексованные, просто, ну, несчастные, потерянные, больные, немножко нездоровые люди, которые сделают одно и то же все, одно и то же. Встречаются где-то на тусовках, в ресторанах, что-то там тусуются, какие-то фестивали, какие-то презентации, награды, что-то это, а то все одно и то же пустое, ни о чем, никаких ощущений вообще не дает, просто картинки. Они для вас, вот эти люди, на которых вы смотрите, которых, о которых вы читаете в журналах, про которых вы смотрите в фильмах, вот эти звезды, вот эти все, они все закрытые, замкнутые, потерянные, люди, которые боятся всего, боятся взгляда, боятся, что о них что-то напишут, что о них что-то скажут, боятся что-то лишнего сказать, сделать, вообще движение куда-либо, и они закрываются, прячутся, едут куда-то, какие-то странные, там прям все попрячутся по каким-то норкам, их не увидишь, я тоже не очень люблю внимание такое, прямо оголтелое, но тем не менее, я никогда не помню о том, что я звезда, вспоминаю только о том, что об этом, только когда выхожу на улицу, то бывает под настроением, бывает нормально, когда все тебе машут руками и подбегают, а бывает иногда, как я, как сегодня, прям уставший, я бы не стал ни с кем там обниматься, сфотографироваться, это да, такое есть, не вполне уместный момент, ну вот вы поняли, да, что такое успех, который вам открывает психоделики, они вам открывают пространство, очень чего-то простого, очень, вообще незатейливого, потому что все ваши схемы сложные, ну, представления вашей жизни и реализации, они разъебываются, и все, что, чем вы себя представляли в этой жизни, зачастую вы себя представляете тем, о чем мечтаете, о ком мечтаете, кем быть, кем быть мечтаете, все это растворяется, распадается, и вот этой картинке вашего представления о себе, ее вдруг не, ее вдруг не встает, она вдруг исчезает, растворяется. Растворяется.